Песня Стою над кручей, над Кубанью, Стою взирая с высоты И вижу в дымчатом тумане Простор великой красоты. Ведь нам не с птичьего полета Полей, лугов, степная шаль И леса темного дремота, И небо голубого дай. Посмотрите вокруг, Зачарует краса, Нету края прекраснее нашего. Золотятся хлеба, Зеленеют леса, Даль морская лазурью окрашена. Здесь и в песнях казачьих Расмах и полет, И в свершениях масштабы российские. На Кубани живет богатырский народ, И дела у него богатырские. Песня на Кубани. Песня на Кубани. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Здравствуйте, дорогие друзья! Приближается особый для нас праздник. Свой 85-й день рождения будет отмечать житницу России, красавица Кубань. 13 сентября 1937 года был образован Краснодарский край. Исторически сложилось так, что эта прекрасная благодатная земля стала родной для многих народов. В нашем крае живут в единстве и согласии люди более 120 национальностей. И в годы суровых испытаний Великой Отечественной войны, и в период восстановления разрушенного хозяйства, и в годы мирного созидания и расцвета нашего края, Бог о бок, всегда, во всех делах и начинаниях, вместе казаки и русские, адыги и армяне, греки, украинцы, белорусы, все народы многоликой и щедрой Кубани. На этой прекрасной земле родились, трудились, живут и созидают наши замечательные земляки, ровесники Краснодарского края. Сегодня на нашей встрече присутствует Бгана Харун Касимович, Бойка Лидия Павловна, Миносян Марат Хачидурович, Чалукиди Сима Михайловна, Москвичева Галина Алексеевна, Ставровская Людмила Петровна, Уважаемые ровесники Краснодарского края, Вы внесли огромный личный вклад в развитие и процветание нашего района и города, и Вами гордится вся Кубань, и эти аплодисменты Вашу честь! Наш многонациональный край, объединивший братские народы, дорог сердцу каждого из нас. Особое значение патриотическому воспитанию подрастающего поколения придают губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев, глава города Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский, депутаты городского собрания Сочи во главе с председателем Виктором Петровичем Филоновым, глава администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Олег Владимирович Бурлев. Слово предоставляется заместителю главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Светлане Николаевне Кириченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! В первую очередь хочу от этих словам благодарности обратить вам, наши уважаемые ровесники края, уважаемые ребята, коллеги, все, кто присутствует на этом нашем замечательном мероприятии. Примите самые искренние слова поздравления от главы города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского, от депутатов городского собрания Сочи и лично от Виктора Петровича Филонова, от главы Лазаревского района Олега Владимировича Бурлева с предстоящим праздником – днем рождения Краснодарского края. Для нашего Краснодарского края 2022 год – это юбилейный год. За 85 лет своего развития – это большая история. Ребята, вы на уроках кубановедения знакомитесь с историей нашей малой Родины. И, конечно же, я хочу пожелать каждому из вас, чтобы вы самым, наверное, серьезным образом относились к этому предмету. Потому что знать историю – это должен каждый человек. Не только любить, но мы должны и приумножать все наши традиции. Мы должны знать свою историю своего богатейшего Краснодарского края. Я хочу сказать, что, наверное, самое дорогое богатство, которое есть в Краснодарском крае – это его жители. И сегодня ведущие уже назвали, что на нашей встрече присутствуют ветераны, присутствуют ровесники Краснодарского края. Призадумайтесь, это люди, которые родились в год образования Краснодарского края. Но они сегодня находятся в строю. Они работают, они обучают наших детей, они строят, они занимаются общественной работой. Они скульпторы сегодня. И я бы еще раз хотела назвать тех людей, которые мы пригласили на эту встречу, с которыми мы сегодня на этом мероприятии еще ближе познакомимся, узнаем их трудовой путь. Коллеги, присутствуют в нашем зале легендарные педагоги. Поганна Харун Касимыч и Чалуки Десима Михайловна. Почетный гражданин Лазаревского района Ставровская Людмила Петровна. Талантелищий скульптор Миносян Марат Хачатурович. Председатель районного совета ветеранов, строитель, то есть только перестроила в нашем районе дому, это Бойко Лидия Павловна. И о каждом ровеснике, конечно же, мы узнаем сегодня поподробнее. Но, наверное, вот я сегодня сказала, что 85 лет истории нашего края, это много или мало? Конечно же, это целая история. И мы видим с вами, как с каждым годом наш район, наш город, наш Краснодарский край все хорошеет, меняется. Я вот хочу привести несколько примеров. Так как в этом зале в основном школьники, мы с вами все радуемся ремонту 80-й школы. Мы радуемся началу строительства новой школы на улице Колораж и Малышева. Мы радуемся тем пристройкам, которые у нас есть и будут еще к нашим детским садам. Это всевозможные многофункциональные спортивные детские площадки. В этом году у нас начнется и завершится реконструкция набережной реки Псио-Псио-Пси. И я могу много вот этих положительных примеров приводить, потому что это все дает возможность, ребята, вам еще лучше учиться. Потому что те площадки, которые появляются у нас в городе, они дают возможность вам закаляться, развиваться. Те наши обновленные, красивейшие школы, вы можете получать еще более глубокие знания. Поэтому мы уверены, что будущее наше в надежных руках, в ваших будет руках. А вам есть кому брать пример. Дорогие друзья, и еще раз, всех с наступающим праздником. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Я хочу пожелать нашим ребятам, чтобы вы не останавливались на достигнутых результатах. Чтобы вы развивали свои способности. И, конечно же, мы всех вас ждем в нашем городе. Для того, чтобы вы стали руководителями. Для того, чтобы вы развивали наш город, наш край и нашу страну. Всех с праздником! Ровесники Казадарского края – это гордость нашего района. За плечами которых годы труда и побед, терпения, вдохновения, ярких достижений. Это наши наставники. Цветы вручаются. В Ганна Харун Касимовичу. Харун Касимович, вы удивительная личность. Ваша наполненная трудом, яркая, интересная жизнь – это служение людям. Вы воспитали не одно поколение лазаревцев. Вложили частичку своего необъятного, щедрого сердца в каждого из своих учеников. Вы – патриот нашей Родины. Воспитали не одно поколение будущих защитников Отечества. Вы – настоящий герой нашего времени. Спасибо вам большое. С праздником! Святые вручаются Челукини Симе Михайловне, учителю от Бога, отличнику народного просвещения, ветерану труда, ровеснице Краснодарского края. Сима Михайловна, более полувека вы отдали эпидемиологической деятельности и в 85 лет продолжаете трудиться. Этому благородному делу воспитания и обучения будущих поколений посвящена вся ваша жизнь. Спасибо вам за трудолюбие, терпение и широту души. Цветы вручаются Бойко Лидии Павловне, строитель и созидатель, героическая целинница, человек, который принимал непосредственное участие в строительстве нашего микрорайона Лазаревская. Лидия Павловна, вы неустанный тружень, возглавляя Совет ветеранов. Вы знаете каждого ветерана нашего района, о каждом заботитесь. Вашу общественную деятельность трудно переоценить. Бесконечно огромна ваша работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Спасибо вам огромное. С праздником вас! Цветы вручаются Минасяну Марату Хачатуровичу, заслуженному скульптору, члену Союза художников России. Марат Хачатурович, делать мир прекрасней, преобразовывать своим творчеством, запечатлевать людей и события, создавать на века произведения искусства – это ваша прекрасная миссия. Вы – ровесник края. Гордость нашего района. С праздником вас! Цветы вручаются Ставровской Людмиле Петровне, высокий образец патриота своего края, заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации, почетный гражданин Лазаревского района. Людмила Петровна, вы – человек активной жизненной позиции. Вы всю свою трудовую деятельность заботитесь о людях, помогайте нуждающимся, являясь собой пример женщины-труженицы, яркой личностью нашего края. С праздником вас! Уважаемые ровесники Краснодарского края, выражаем вам слова бесконечной благодарности, глубокой признательности за ваш вклад в развитие нашего района, за вашу яркую жизнь на благо людей. Эти аплодисменты – зала для вас. И для вас эти цветы от главы администрации Лазаревского района Олега Владимировича Борнева. Здоровья вам! Добра, удачи и успеха! Аплодисменты – ваша честь! Мой добрый, плодородный край, гостеприимный, щедрый и красивый, Живи, Кубань моя, и расцветай! Часть каждого из нас и всей России! Золотоглавая Россия Многолекая страна, удивительно, красиво, необъятно, широко, Через войны непокорно, через время и судьбу, Мы идем с тобой, Россия, умножая честь твою. Все народы – твоя слава, с запада и на восток, Ты – могучая держава, мы – один большой народ. Мы – великая Россия, мы – единая страна, Наше правство, наша сила, наша гордость родина. Много нас, нас, миллионы, если только захотим, Покорим моря и горы, тени, злобни, памяти. Самобытная Россия – уникальная страна, И культурами богата, и традицией сильна, В своей воле непреклонна, сколько жизни и любви В дни былые отстояли твои верные сыны. Пусть же крепнет твоя слава, и могущество растет, Ты – великая держава, мы – единый твой народ. Мы – великая Россия, мы – единая страна, Наше правство, наша сила, наша гордость родина. Много нас, нас, миллионы, если только захотим, Много нас, нас, миллионы, будет так, как захотим, Только вместе мы – Россия, наш народ не разделим. Мы – великая Россия, мы – единая страна, Наше правство, наша сила, наша гордость родина. Много нас, нас, миллионы, если только захотим, Покорим моря и горы, все невзгоды победим. Мы – великая Россия, мы – единая страна, Наше правство, наша сила, наша гордость родина. Много нас, нас, миллионы, будет так, как захотим, Только вместе мы – Россия, наш народ не разделим. Провестники Кубани – удивительные люди, дорогие наши. За вашими плечами неповторимая удивительная судьба труженика, Созидателя, прошедшего все испытания, выпавшие на долю нашей страны. Вы – люди непобедимого духа, необычайного оптимизма, Необыкновенного трудолюбия и безграничной доброты. Дорогие ребята, наши земляки, ровесники Кубани – Скромные люди, живущие рядом с нами. Жизнь каждого из них – пример достойного гражданина, Настоящего человека, патриота своей Родины. Давайте познакомимся поближе с ровесниками нашего благодатного края. Заслуженный учитель Кубани – Бгана Харун Касимович. Бгана Харун Касимович – заслуженный учитель Кубани. Общий стаж педагогической деятельности – 61 год. Более 40 лет Харун Касимович проработал преподавателем-организатором ОБЖ в средней общеобразовательной школе номер 75 в имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Малышева. Харун Касимович – уроженец Краснодарского края. Родился в 1937 году в ауле Хагабш. Род Бгана в переводе с адыгского означает «соколинный глаз», имеет древнюю историю. Окончив Краснодарский педагогический институт в факультет физического воспитания, в последние 6 лет молодой учитель проработал в Аше, организовывал спортивные команды, из школьников и добивался побед. За период работы в школе номер 75 Харун Касимович воспитал победителей, завоевавших более 40 кубков за победы в соревнованиях по баскетболу, волейболу, военно-прикладным видам спорта. Ежедневные тренировки, стрельба, сборка-разборка автомата, надевание противогаза, военные сборы, знакомство с жизнью в воинских частях, походы по местам боевой славы, по местам обороны Кавказа, патриотические мероприятия и акции. За высокие достижения в труде Харун Касимович был награжден большим количеством грамот, почетных званий. Среди них на крупный знак отличника народного просвещения, звание военный руководитель-методист, звание заслуженный учитель Кубани. В 1998 году был делегантом Всероссийского съезда учителей. Харун Касимович проделал огромную работу по созданию кабинета боевой славы, который занял в 2009 году первое место в районе среди школьных музеев. Им был создан военно-патриотический клуб «Поиск». В 2009 году награжден грамотой как лучший преподаватель-организатор УБЖ в крае. По его инициативе проводились соревнования, посвященные воинам-интернационалистам. В 2009 году получил благодарность губернатора Краснодарского края за активное участие в краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан. 15 лет подряд ученики Харуна Касимовича занимали первые места на районных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Лазаревского района. В 2014 году Харун Касимович был награжден почетной грамотой главы города Сочи за первое место в общероссийской военно-спортивной игре «Победа», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году за активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие города Сочи отмечен знаком признания и почет. Харун Касимович посвятил свою жизнь детям, образованию, воспитанию. Скольких ребят уберег от неправильных поступков, сколько воспитывал настоящих защитников Отечества, сколько терпения, мудрости, выдержки, знания дела нужно учителю, чтобы воспитывать поколение за поколением. Спасибо. Дорогие ребята, прожить долгую и интересную жизнь дано не каждому человеку. Для этого необходимо великое трудолюбие, целеустремленность. Надо вечно гореть в своем желании созидать. Учащиеся школы номер 99 расскажут нам об удивительной судьбе ровесницы края Лидии Павловны Бойко, председателе Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Лазаревского района города Сочи, об ее волевом характере, стойкости и необыкновенном жизнелюбии. Урожейка Ставрополя Лидия Павловна родилась 1 января 1937 года. В Ростове окончила инженерно-строительный институт, факультет промышленного и гражданского строительства. По призыву Родины с инициативной бригадой выпускников вузов приняла участие в строителе в Северно-Казахстанской области на целинных землях в должности техника строителя. В 1959 году стала жителем Краснодарского края города Сочи, работала в должности мастера строителя, старшего инженера. Если сказать коротко, удивительная женщина. Лидия Павловна поднимала целину и строила Лазаревское. При ее участии было построено много знаковых объектов Лазаревского района. Больницы, школы, учреждения культуры, жилые многоквартирные дома, крупные санатории, визитные карточки и гордость курорта, тихий дом, белые ночи, а также дом технической пропаганды. Сегодня это знаменитый Центр национальной культуры. Тоже ее детище. Ее труд отмечен многими государственными наградами. 1980-й. Почетный ветеран труда, глав Сочи спецстроя. 1984-й. Медаль «Ветеран труда». 2004-й. Памятная медаль. 50 лет начала освоения целиных земель. 2006-й. Почетное звание. Женщина года города Сочи 2005. В номинации за особые заслуги перед городом. 2007-й. Почетное звание «Зазлуженный активист ветеранского движения Кубани». 2012-й. Медаль за активную гражданскую позицию и патриотизм. Вручена комиссии по наградам общественной палаты при президенте Российской Федерации. Неоднократно награждалась почетными грамотами законодательственного собрания Краснодарского края, главы города Сочи, главы Лазаревского района. 2014-й год. Отмечена памятной медалью президента Российской Федерации Владимира Путина за значительный вклад в подготовку и проведение 22-х Олимпийских зимних игр. 2017-й. Вручена медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. 2018-й. Награждена знаком почета главы города Сочи. Признание и почет сочинцев. 2019-й год удостоена знака почета за вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи. Лидия Павловна является членом районного отделения Российской Организации Общества Историков-Архивистов. Собранные Лидия Павловной биографией ветеранов, воспоминания участников боевых действий, локатников, тружеников тыла ложатся в основу комплектования архивных документов под девизом «Золотые страницы памяти защитников Отечества». Лидия Павловна – человек активной жизненной позиции, трудолюбивый и ответственный, пользуется авторитетом среди ветеранов и коллег, обладает блестящей памятью, организаторскими способностями, привыкла выполнять работу сама, ни на кого ничего не перекладывая, прекрасно справляясь с возможными на нее задачами. Она знает лично почти каждого ветерана Великой Отечественной войны, ветеранов Трудового фронта и других категорий. Она часто бывает в командировках в Краснодаре, посещает ветеранов всего Лазаревского района на дому, поддерживает, помогает, вдохновляет, вселяя уверенность и оптимизм. Постоянный участник районных, городских и краевых социально значимых мероприятий. АПЛОДИСМЕНТЫ В мире, где кружится снег жадной, где моря грозят крутой волной, где по долгу добрую ждем порой мы в петь. Чтобы было легче в трюльный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по уникам, Пусть оно заходит дом, Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Как и так и счастье сам, Счастье поделись другим. В мире, где ветрам покоя нет, Где бывает облачный рассвет, Где по долгу добрую ждем порой мы весть. Нужно ли грозу и вскрыв гопат, Чтобы чей-то очень добрым взгляд, Чей-то очень добрым взгляд, Загревал тепло. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом, Как солнце по уникам, Пусть оно заходит дом, Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким, Как и так и счастным сам, Счастье поделись другим. Образование, строительство, Социальная работа, Здравоохранение, культура Это те отрасли, Которые создавали и развивали Ровесники края. Каждый из них — это личность, Это веха в развитии города и района. И каждый из них продолжает свой творческий путь, Отдавая людям сердце И оставляя яркий след В следующих поколениях. Наш рассказ о скульпторе, Члене Союза художников СССР, Миносяне Марате Хачатуровиче. Миносян Марат Хачатурович, Скульптор, Член Союза художников СССР, Участник республиканских и всесоюзных выставок, Работает в области монументальной И станковой портретной скульптуры. Марат Хачатурович родился и вырос Семеками Натеса в Армении В городе Кировакане, Ныне Маназор. С детства проявлял большой интерес К изобразительному искусству. Окончил на отличное Ереванско-художественное училище. Затем скульптурное отделение Ереванского художественно-театрального института. В 1970 году Марат Хачатурович Избран председателем Кироваканского филиала Союза художников Армении. Участник симпозиума Творческих мастерских, Профессиональных художников И мастеров изобразительного искусства. Автор персональной выставки В Кировакане и Ереване. Основал и директор Кироваканской картинной галереи. Скульптуры Марата Миносяна Украшают города и выставочные залы Армении. Марат Хачатурович Автор многих культурных работ Погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны Деятелям культуры Армении Героям армянского эпоса И многих других. Особая глава в творчестве Марата Миносяна В их создание Мастер вкладывает всю свою душу И отдает много сил. Работы, созданные мастером Установлены в разных городах мира Во Франции, Японии, Греции, Венгрии, Словении, Польше, Латвии и Индии. Все работы скульптора Пронизаны необыкновенной глубиной. В них отражен национальный характер, Прошлое и настоящее народы, Его идеалы и стремления, История и жизнь. Марат Хачатурович Живет в Лазаревском уже более 25 лет. Работы мастера, Вклад в культуру города Сочи По праву стали украшением Лазаревского района. Марат Миносян Создал десятки ярких разноплановых работ. Все они нашли свое достойное место В разных уголках нашего города. Памятник погибшим воинам-лазаревцам В парке культуры и отдыхов. Памятник участникам воин И локальных конфликтов на горке героев. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне Жителям села Алексеевское. Бюст героя Советского Союза Малышеву Алексею Петровичу. Имориальная доска На здании Центра национальных культур Именно Григора Саафиевича Мазлумяна Скульптура Ануш Героини из одноименной поэмы Абанеса Туманя Скульптура быков У здания районного суда Комплекс культур По эскизам народного художника Ватагина У кинотеатра Восход За внесенный вклад В развитие города Сочи И активную гражданскую позицию Миносян Марат Хачатурович Неоднократно отмечен районными Городскими почетными грамотами Благодарностями главы администрации Лазаревского внутригородского района Председателем Лазаревской территориальной Депутатной группы Союза армян России Общественными организациями Семья и любовь К своим традициям Занимают особое место в судьбе мастера Пережив все тяжелое испытание судьбы Он остался верен своему предназначению Мастера своего дела Признанного народного скульптора Свою любовь к искусству В культуре древней Армении Марат Хачатурович передал своим детям И внукам Талант Догновение Доброе сердце И большая любовь к людям То, что характеризует Марата Миносяна Как скульптора И как человека Марат Хачатурович Признанный профессионал своего дела Истинный мастер Художник С тонкой чувствующей душой Благодарный человек Яркое явление Многонациональной культуры Кубани Достойный гражданин Краснодарского края Его знают И любят земляки Спасибо Марат Хачатурович В золотом возрасте Творческий Увлеченный Целеустремленный Трудолюбивый человек Имеет не только богатый Жизненный опыт Но и высочайший уровень Мастерства и профессионализма Это особое время Когда необходимо Передавать накопленные знания Бесценные духовные богатства Делиться мудростью И щедростью души Давайте послушаем рассказ О Галине Алексеевне Москвичевой Маспичева Маспичева Галина Алексеевна Ровесница Краснодарского края Ветеран труда Хармейстер Центра украинской культуры Лазаревского районного центра национальных культур Имени Крикора Сааковича Маслумяна Галина Алексеевна Родилась на Украине На ее детство Выпало много испытаний В 10-летнем возрасте Осталась без родителей И попала в детский дом Затем была определена В семью родственников И переехала с ними в Москву Прибавив себе два года Работала связистом Но девочка мечтала о музыке И мечта ее сбылась Она получила образование В Ставропольском музыкальном училище По окончанию которого Получила приглашение в Ульяновскую область Преподавателем по классу Сальфеджио Талантливый педагог Галина Алексеевна Работала и преподавателем детского хора Создала большой академический хоровой коллектив В городе Ленинск-Кузнецкий В Кемеровской области Галина Алексеевна Блестящий музыкант Хармейстер Преподаватель фортепиано и Сальфеджио В 1980 году Галина Алексеевна Переехала на постоянное место жительства В поселок Головинка И вот уже 45 лет Трудится в Лазаревском районе города Сочи В отрасли культура Под ее руководством Академический женский хор Санатория Головинка Стал неоднократным победителем Престижных конкурсов И получил звание Самодеятельный народный коллектив В 1995 году В Центре национальных культур Был создан Центр украинской культуры Галина Алексеевна Стала главным Хармейстером Центра Все ярче раскрывались Грани педагогического таланта И профессионального мастерства Галины Алексеевны При ее участии Был создан детский фольклорный коллектив Русничок Центр украинской культуры Сохранение и развитие Национальной народной культуры Традиций Обрядов украинских переселенцев Это бесценный вклад Галины Алексеевны Сокровищницу национальных культур Краснодарского края Москвичевой по крупицам Собраны образцы Народных обрядов Песен Традиций На материале которых Ею созданы музыкально-познавательные программы Живые струны Украины Бабустина Скрыня И другие Богатейшее наследие И многообразие фольклора Используется в деятельности Центра украинской культуры В программах ансамблей Бокуть Рушничок И других Много труда Галина Алексеевна Вложила в организацию И проведение Культурно-массовых мероприятий Фестивалей Творческих лабораторий Воспитание Подрастающего поколения На основе народной культуры Неоднократно Была отмечена Районными Городскими И краевыми Почетными грамотами И благодарностями За большой личный вклад И заслуги В развитии культуры В России Награждена Департаментом Национальной политики Администрации Городского края Памятным знаком За междунациональную дружбу И согласие Галина Алексеевна Истинный служитель Народной культуры Высокий профессионал Своего дела Блестящий педагог И наставник Благодаря таким людям Как Галина Алексеевна Живет Многовековая Народная культура Которая дарит Нашим душам Красоту Мудрость И духовность Наших предков Аплодисменты Аплодисменты Ну и я Мало еще Нет, не я пойду А ты что? Ну я еще подумаю Что? Батька не пускает Сам я не хочу А вот вчера Встретил Бекову И он мне сказал Что будет засывать Сватов в галли Да ну Вот это новость Ну молодец Ну тогда Точно пойдем Раз так Тогда и я Ребят Главный черный зак Все и обсудим Надо же Бекову помочь Точно Оль заграде жуе музейки Утукай танцую Челеники КОНЕЦ 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 Много профессий Есть на свете Но профессия Учителя Одна из самых важных В становлении Личности Человека Учитель Это и друг И наставник И пример Для подражания Он отдает Все силы Всю теплоту Своей души Ученикам И эта любовь Возвращается Сто кратно Послушайте рассказ О Симе Михайловне Челукиде Челукиде Сима Михайловна Ровесница Краснодарского края Ветеран труда Отличник Народного просвещения Ответственная За организацию питания В школе номер 80 Имени героя Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша Родилась 22 мая 1937 года В селе Большое Псюшко Туапсинского района Краснодарского края В двухлетнем возрасте Вместе с мамой Переехала в поселок Лазаревское Сима Михайловна Дочь крееческого народа Впитала в себя мудрость И опыт своих предков В 1970 году Окончила Северо-Осетинский Государственный университет Имени Хитагурова По специальности История и общество знания Начала педагогическую деятельность Учителем начальных классов В городе Дманисти Грузинской СССР С тех пор полностью Посвятила себя Любимому делу Учить детей Не только истории Но и доброте Чуткости к людям Преданности своей родине Тем качествам Которые присущи ей самой В 1971 году Сима Михайловна Вернулась в родной Сочи Ее общий трудовой стаж Составляет 63 года Педагогический стаж Работы 52 года Сколько же любви К своей профессии Нужно иметь Чтобы на протяжении Всех этих лет Оставаться верной Педагогическому труду В разные годы Челукидзи Сима Михайловна Исполняла должность Учителя истории Директора вечерней школы Заместителя директора По учебно-воспитательной работе С января 1984 года Работает в школе номер 80 Имени героя Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша С тех пор воспитала Не одно поколение учеников До 2012 года Исполняла обязанности Заместителя директора школы По учебно-воспитательной работе С 2012 по 2015 годы Учителя истории И классного руководителя С 2015 года И по настоящее время Отвечает за очень важные Участки работы школы Организацию горячего питания Обучающихся И аттестацию педагогических кадров Легко ли ей быть педагогом? И да, и нет Нет, потому что работа Очень ответственная А плохо работать Сима Михайловна не умеет Да, потому что Это состояние ее души Интеллигентность Принципиальность Способность Толко чувствовать Человека и ситуацию Уважение к личности Умение Самый маленький Росточек способностей Приводить В урожай успеха Разве этого мало Чтобы быть настоящим учителем И администратором Отдавая всю себя Любимой профессии Активно участвуя В общественной жизни города Чалукиди Сима Михайловна Получила заслуженное признание Она награждена Значком Отличник народного просвещения Медалью Ветеран труда За достигнутые успехи В обучении И воспитании Учащихся Благодарностями И грамотами управления По образованию И науке Администрации Лазаревского района Сима Михайловна Пользуется Заслуженным уважением И авторитетом В педагогическом коллективе Среди учащихся И родителей Родительской общественности Населения поселка Она настоящий патриот Своего отечества Своей малой родины Живет и трудится Ради благополучия И процветания Любимого города Сочи И нашего гостеприимного Многоционального Краснодарского края Огромнейшее спасибо Сима Михайловна Действительно Ровесники Краснодарского края Это люди особой закалки Особого отношения к жизни Великой энергии И преданности делу Любви к своей земле К своему народу Наш следующий рассказ О Людмиле Петровне Ставровской С именем которой связана Целая эпоха Социальной службы Лазаревского района Людмила Петровна Ставровская Заслуженный работник Социальной защиты Населения Российской Федерации Почетный гражданин Лазаревского района Ровесница Краснодарского края Людмила Петровна Родилась 17 февраля 1937 года В городе Топсе Многодетной семье В 1954 году Людмила поступила В Астраханский Рыбопромышленный техникум Министерства рыбной промышленности РСФСР В декабре 1956 года Людмила Петровна С дипломом технолога Приезжает на работу В Лазаревский цех Туапсинского рыбного завода Людмила Петровна С самого детства Является активным Инициативным Трудолюбивым Неравнодушным человеком Всегда участвовала В общественной жизни В 1964 году Людмила Петровна Была принята В коммунистическую партию Советского Союза В 1967 году Людмилу Петровну Назначают начальником Рыбного цеха За успешную Результативную работу В марте 1970 года Ставровская Была награждена Медалью За доблестный труд В ознаменовании Столетия Со дня рождения Ленина А в мае 1971 Указом Президиума Верховного Совета СССР Награждена Медалью За трудовое отличие В 1975 году За достигнутые Высокие Производственные Показатели Людмила Петровна Была награждена Знаком Кутарник Девятой пятилетки В 1976 году Людмила Петровна Успешно заканчивает Донецкий институт Советской торговли В 1977 году Награждена Знаком Победитель Социалистического Соревнования В 1978 За достигнутые Успехи В развитии Народного хозяйства СССР Нашу землячку Отметили серебряной Медалью Главного комитета ВДНК СССР За активную Позицию В жизни района И края А также Высокие Показатели На производстве Решением Бюро райкома Партии В октябре 1979 года Ставровскую Назначили Заведующей Районным отделом Социального обеспечения Людмила Петровна Стояла у истоков Развития социальной Сферы На территории Лазаревского района Под ее руководством Началось Переобразование Обслуживания Населения На дому В нашей стране Социальная защита Населения Стала отдельной Отраслью С 1991 Года А Ставровская Уже на 10 лет Раньше Открыла в Лазаревском районе Первое отделение Социального Обслуживания Населения На дому За время работы Отдел Ставровской Вырос в управлении Количество сотрудников Увеличилось С 6 до 400 человек За создание Разветвленной сети Социальной структуры В Лазаревском районе Города Сочи В 1996 году Людмиле Петровне Было присвоено Почетное звание Заслуженный работник Социальной защиты Населения Российской Федерации За годы работы Людмилу Петровну Неоднократно Выбирали депутатом Районного совета Народ депутатов Города Сочи В 2002 году За активное участие В развитии района Людмиле Петровне Присвоено звание Почетный гражданин Лазаревского района Города Сочи За активную работу С общественными организациями Лазаревского района По решению Президиума Центрального совета Общероссийской Общественной организации Инвалидов Союз Чернобыль России Награждена Знаком за заслуги В первой степени 13 марта 2006 года Награждена Памятной медалью Энциклопедии Лучшие люди России Уже на заслуженном отдыхе Людмила Петровна Работала помощником Уполномоченного по правам Ребенка В Краснодарском крае Помощником депутата Городского собрания Сочи Мансуровой Людмилой Евгеньевной Активная Жизненная позиция Трудолюбие Служение Отечеству Основные качества Людмилы Петровны И ее жизненная кредо Делать людям Добро Уважаемые Ровесники Краснодарского края Вы удивительные люди С замечательной Судьбой Мы гордимся Вами Вы для нас Пример Жизненной Мудрости И трудолюбия Пример Любви К людям И к отчизне Дорогие Наши Ровесники Края Разрешите Задать вам Несколько Вопросов Харут Касимович Я обращаюсь К вам В школе Номер 75 В которой Вы трудились Более 40 лет Существует Музей Боевой Славы Расскажите Пожалуйста Как он Создавался Большое значение Имеет В деле Воспитание Военно-патриотического Характера Это Наличие Боевой Славы Боевой Славы 75 В школе Татаргия Работал 46 лет Значит Создано Было В 1999 Году Значит Его делали Его Собирали Материалы Собирали Все Весь Патриотический Коллектив Особенно Ребята С которыми С которыми Я ходил В походы В походных Условиях Там Где бои Проходили Питта за Кавказ Собирали Мы В траншеях В окопах Собирали Значит Фрагменты Военного Характера Значит Это Штыки Патроны Гильзы Виноваты Извините Патрон Это Цельное Поэтому Мы Собирали Значит Эти Патроны Значит Саперные Лопаты Прямо Они На верху На земле Они Лежали Значит Сейчас Значит Имеет Это музей Располагает Более 250 Различными Значит Различными Предметами Военного Характера Значит У нас Побывали В музее Побывали Четыре героя Советского Совета Побывали Они Очень Удивились Что В таком Поселке Существует Такой Музей Боевой Славы Они Были Очень Благодарны Нам И Был Тоже Троздов Знаменитый Путешественник Значит Он С благодарностью Тоже Отозвался И написал В книге Отзывы Свои Впечатления Значит В этом Музее Значит Мы Заняли В конкурсе Мы заняли Два года Кажется Назад Мы в конкурсе Заняли Первое место В районе Первое место В городе И третье место В крае Мы заняли Это Серьезное Достижение Проводится Здесь В музее Проводятся Уроки Мужества Уроки Истории Значит Очень Особенно Здесь Привлекательно Привлекаются Участники Локальных Воин Значит Ну Я не буду Говорить Что там Пацаны Погибли Выпускники Значит Шесть человек В локальных Воинах И В Афганистане Жаль Жаль Конечно Что так Получилось Но Что случилось То и случилось Спасибо вам Я Я хочу еще Что добавить Мы Мы Таскали То Что Добывали В горах В горах Значит Это 2000 метров Над уровнем моря Значит Таскали его Почти неделю Таскали Собой Брали Домой Приходят Они Снова Рвутся Туда Они Снова Хотят Пойти Как бы Тяжело Не было Спасибо Еще раз Спасибо 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 Огромное За Воспитание Патриотизма Нашей молодежи Спасибо Спасибо Сима Михайловна Я обращаюсь К вам Расскажите Пожалуйста Почему Вы Стали Учителем Дорогие Ребята Я Действительно Стала Учителем От душ Почему Потому что Когда еще Была Маленькая Такая Как вы Я Читала Очень много Исторических Различных Произведений И Изучала Как возникли Государства Как шли Войны И почему Они шли Чем Заканчивались Эти войны А это Говорит о том Что Нужна была Дипломатия Я Изучала Историю Культуры Народов Не только России И нашего Края Но и Так же Историю И культуру Других Государств Я изучала Особенно И внимание Уделяла Потому что Я гречанка Истории Греции И мечтала Побывать В этой Стране В стране Моих Предков Потому что 20 часов Истории Говорить Это Это Непросто Надо Посмотреть И благодаря Богу Мне удалось Трижды Побывать В Греции И с севера На юг Посетить Все те места О которых Я рассказывала Детям Совсем Другое Было Впечатление Конечно Я Стала Учителем Истории Потому что Я хотела Воспитать В вас В детях Чувство Чести Совести Достоинство Сострадание Любви К людям И к детям Уважение Старшим К старшим Это была Моя самая Главная Задача И конечно Уважительное Отношение К родителям Вашим Потому что Отсюда Строились Мои отношения Будучи И директором Инспектором Заучим Мне пришлось Пройти Все ступени Которые Есть В школе Я очень рада Что родилась В Краснодарском Крае Я благодарна Богу Что здесь Проживает Более ста Национальностей О которых Уже говорили И вы знаете Ребята Всегда Во все времена Эти национальности Жили в мире И согласии И очень приятно Что среди Этих национальностей Находится И моя Национальность Греков Греки Очень много Дали миру От них Начиналась Наука От них Начиналась Культура От них Начиналось Государственное Образование Как Государство Возникает И воспитание Подрастающего Поколения У них Мы взяли И начали Учиться В 7 лет У них Мы взяли Какие уроки Они преподавали Это много Было дано Всем народам Мира Я горжусь Что я отношусь К этим людям Греческого Порока Но я еще Больше горжусь Что я родилась Здесь На этой земле На земле России Я никогда Из России Не уехала Не знаю Сколько мне жить И не уеду Я очень люблю И у вас Дети И всех Идей Вообще Только Добро Сибири Очень Спасибо Спасибо Сима Михайловна За ваше Обращение К детям Действительно Учитель Это Не профессия Это призвание Спасибо Лидия Павловна В вашей Восхитительной Судьбе Есть удивительные Страницы Вы строили Нашу Любимую Лазаревскую Расскажите Какие были ваши первые впечатления Когда вы приехали В Лазаревскую Какой вы ее увидели В Лазаревскую Я приехала В 1959 году В декабре месяц И тогда В Лазаревской Было только Начало Вот Строительство Гостиницы Бирюза Вот первая очередь Которая вдоль Победы Строился Второй этаж Вся остальная Лазаревская Это одноэтажное здание Правда Утопающая Лазаревская Воза Но я попала сюда Именно потому Что Приехала в город Сочи Из-за того Что всю жизнь Мечтала Увидеть этот город Сочи Так как Отец мой Был ранен 13 июля Под Прохоровкой Он танкист И проходил Лечение В разных Госпиталях А реабилитацию Два месяца Проходил В городе Сочи Вот здесь Он нам Рассказывал О городе Сочи И для меня Это было 39-е царство 30-е государство И хотелось Увидеть Что же это Такое Сочи И вот Я в сентябре 59-го года Уже Имея опыт Работы 3,5 года На строительстве Когда я уже В качестве Мастера Построила Ну сначала Год работала Непосредственно На Целине Потом Меня перевели В областной центр Я построила Как мастер Кирпичный завод В городе Петропавловске В североказахстанском Дело в том Что в то время Еще не были созданы Строительные Структуры управления И мы были присоединены К Центру Союзу Потому что Это была Развитая Ну банковская система А финансирование Должна идти И вот И вот я работала На этих стройках И когда я приехала В Сочи Посмотрела Обратилась В первый Трест номер один Города Сочи Ну может вам Когда-нибудь Строители нужны Или что-то А мне сказали Мы будем строить Лазаревскую Если вы согласны То мы вас Примем на работу Сегодня Вот я так С тех пор Осталась В Лазаревском районе То есть я Предложили мне Работу В Лазаревской И с 60-го года Я начала Работать Вновь созданном СМУ-24 Потом его переименовали СМУ-8 Главсучаспедстрои И проработала Практически Ну пока Оно существовало 33 года И потом Уже ушла На пенсию Ну а построили Мы уже Здесь говорили Много очень Объектов Пришлось Участвовать Во многих Строительских Объектах И мы ждем Что среди вас Тоже найдутся Люди Которые Захотят Быть строителями И продолжить Эту работу Имейте ввиду Очень интересное Очень нужное И очень важно Спасибо Спасибо Лидия Палона За ваш Интересный Рассказ За вашу Непрекращающуюся Деятельность Спасибо Уважаемый Марат Хачатурович Ваши Замечательные Работы Известны Не только В России Но и За рубежом Скажите Пожалуйста Какие Из них Самые Любимые Для вас Хочу Сказать Когда я Был маленький Сперва С Кластрином Работал Разные Фигурки Делал Потом Закончили Седьмой Канас Поступил В Ереванской Хольфленин Училище Дал Пятый Учил Покручил Отличный Потом Поступил В институт Там Шесть лет Работал Потом Человек Разные Работал Работал Париж Токио Венгрии Германии Латвия Лития Так что Вместо Меня Моя работа Пускай Говорит Спасибо Марат Покурнич Искусство Это любовь Любовь Которая Спасает Наш мир Спасибо Большое Людмила Петровна Расскажите Пожалуйста Насколько На ваш взгляд Изменился Наш Лазаревский Район Поделиться В окружении Пришлось Видеть Сама Еще Был Ребенок А Видеть Уже Страдания Кровь Уничтожение Особенно Девуш И Детей Поэтому Я получил Диплом Диплом И уже Буквально В 57 Году Я Диплом Приехала В Лазаревскую Рыбцех Рыбцех Меня Очень Как-то Разочаровал Немножечко Что Это Такая Убогость Что Там Ничего Абсолютно Нет А Что Такое Люди Голодают Еще Все 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 А рыбы Много Значит Надо Заниматься Рыбой И Людям Делать Доброе После Того Как Начала Сама Придумывать Себе Планы Как И Что Чего Делать Связь Была Очень Хорошая Приехали Японская Бригада Японская В Лазаревскую Было Так Это Интересно Всем Привезла Полностью Для Строительства Японского Холодильника 500 На 500 Тон Это Было Просто В Лазаревской Это Единственный Первый Был По Краснодарскому Краю Он Нам Очень Помог Конечно Очень Помог Началась Продукция Наша Не только Район Не только Край До Москвы Дошла В ДНХ Наша Рыбка Изготовленная Нашими Ручками Заняла Первое место Получили Награду Дальше Дальше Пошли В наше Уже Строительство Одно Другое Третье Улучение У людей И улучение У нас Мы Очень Очень Благодарны Были Ребятам Потому Что Со Школы Приходили И просили С группой Посмотреть Попробовать Это Собственно Руками И покушать Тогда Когда Начали Сюда К нам В гости Приезжать Космонавты Ни одного Не было Чтобы Не посетили Рыбцех Казалось Рыбцех Они С удовольствием Приходили С удовольствием Говорили И Как говорится Благодарили Пришел Момент Когда Райком Партия Собственно Предложил Мне Принять Именно Социальную Службу Была Как говорится Очень Начало Сложное Но Потом Вошла В курс И Начали Мы Первые По Краснодарскому Краю Открыли Не только По Краснодарскому Краю Открыли При волне Директор Был очень Хороший Дал Площади Первый Был у нас Первое Отделение Социальной Службы Это Бесплатно Для людей Которые На Тот Время Не имели Уже Силы А им Надо было Помогать Ну Хорошо Прошло Начали Расти Отделения По всему Району 16 отделений Было В каждом Как говорится В нашем Уголочи Района И было Два Центра Так что Вот люди Которые приходили На прием Слезами С криками С недовольствами Но уходили От нас Не хвалясь Улыбаясь Своих Я приучала Девчат Быть добрыми Понятливыми Успеть За короткую Минуту Услышать Все то Что им Хочется По требованиям Я думаю Что Столько Сколько Мы Обслужили Людей Много Тех Которые Как говорится Им И жить Не хотелось А не слезы Но Потом Все Становилось Хорошо Я думаю Что Эта работа Такая Что Добра Мало Не бывает Я Всем Говорю Дарите Хотя Слова Если Нечего Дарите Добрые Слова Извините Пожалуйста Аплодисменты Поэтому Хочется Обратиться Ко всем Вам Ребята Никогда Не проходите Мимо Человека Который Как говорится Его уже Согнуло Уже Не может Идти Подайте Руку Вот Пример Буквально Три дня Дом Назад Иду Я по Набережной Господи Сидит Мужчина Без Одной Ноги Костыль Лежит Он Никакой Проходит Один Проходит Другой Проходит Третий Мне Настолько Было Больно Я Давай Звонить На 112 Быстрее Быстрее Через 30 минут Приехали И забрали Его То есть Мимо Бед Не проходите У каждого Из вас Ваши силы Свежие Хорошие Мысли Добрые И всем Вам Доброго Здоровья Достичь В жизни Того Что Вы хотите Специалистам Хороших Все Так что Добра Тепла Любви Пожести Всем Вам Желаю Спасибо Любовь Петров За Вашу Неприходящую Доброту За Любовь К людям За Заботу О них Спасибо Спасибо Огромное Уважаемые Ровесники Нашего Края Спасибо Вам За Ваш Рассказ За Ваше Общение Которое Очень Очень Ценно Для Всех Нас Спасибо Вам Огромное В нашем Благодатном Краснодарском Крае Переплелись Национальные Культуры Ярким Венком По всей Земле Расцвели Города Станицы Аулы И села В которых Живут И созидают В крепкой Дружбе Братские Народы Идет Рассвет Жадая Патургана Навстречу Солнцу Ставит До Поля Как Ты Мила И Как Ты Дорога Убарь Убарь Родимая Земля Как Ты Мила И Как Ты Дорога Убарь Убарь Родимая Земля Твои Седые Ураг Велича Рассто 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 Субтитры создавал DimaTorzok Любимый край твое в расчистных свете, Сонатая, вешая, соня. Все наши домы о твоем рассвете, Пупань, пупань, неродимая земля. Все наши домы о твоем рассвете, Пупань, пупань, неродимая земля. Все наши домы о твоем рассвете, Пупань, пупань, неродимая земля. Счастья и добра, плодородие и процветание тебе, Родной Краснодарский край. Здоровья и благополучия, высоких достижений и успехов. А ровесникам Краснодарского края, нашим землякам, Оставаться ярким примером силы, мудрости, благородства и истинного патриотизма. С праздником! С Днем образования Краснодарского края! Пусть в семьях всегда царит согласие и любовь, А наши близкие живут долго и счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ